Привет! Как дела? Сегодня я расскажу вам о том, как я ездила на северо-восток Англии в такие города как Витсби и Скарборо, которые находятся в северном Йоркшире. Все началось с того, что однажды, пока я еще училась в Лондон-Сасбанк-Университи на бакалавр-курсе диджитал-фильмы-видео, я увидела в каком-то журнале такие красивые домики пляжные, которые называются Beach Huts, то есть такие летние домики, которые в принципе существуют вдоль линии променада, вдоль морского побережья, обычно во многих английских городах. И они раскрашиваются в разные цвета, но вот в Скарборо я увидела были такие яркие цвета, а так как я люблю яркие цвета, естественно, я захотела туда поехать, тем более вот эти вот пляжные домики я обожаю. И вот, наверное, года три я собиралась в этот Скарборо, постоянно искала в интернете, сколько стоят туда билеты, как добраться, и так как прямых линий из Лондона туда нет, и надо ехать поездами, по-моему, с одной или с двумя пересадками через Норвич или через Ипсвич, а поезда стоили бешеных денег, то есть один путь до Скарборо мне где-то обходился 90-150 фунтов, это в среднем, то есть дешевле 90 фунтов в одну сторону не было, я думаю, блин, ну стоит ли Скарборо таких денег? В общем, все отказывалось, ездила по другим городам, а тут как бы в прошлом году я заканчивала писать диссертацию, я настолько вымоталась с ней, настолько я устала, что решила смотаться все-таки в этот Скарборо, отдохнуть душой и телом, так сказать, это был май месяц, я думала, ну заодно и покупаюсь, и позагораю. К сожалению, не удалось, погода в Англии в мае все еще холодная, был дождь, ну немножечко мне повезло, с погодой в середине дня было солнечно, ярко и красиво. В итоге, как бы заканчивая диссертацию, я уже подобрала такие билеты дешевые, я уже знала пути, как туда добраться, подешевле. Общая стоимость поездки вместе с отелем и всем транспортом мне обошлась в 100 фунтов. Обо всем по порядку. Итак, первым городом в моем путешествии стал именно Витсби, туда мы ездили еще с братом и с мамой, когда мы ездили в путешествие в Шотландию на машине, это был, по-моему, 2014 или 2015 год. И вот однажды мы, как бы, проездом до Шотландии попали вот в этот Витсби. Точнее, мы были в Йорке, ночевали тогда под Йорком и решили заехать посмотреть этот город, так как там в описании было очень красивое аббатство города Витсби, и мы решили посмотреть, что же это за аббатство такое, разрушенное здание, очень красивое, очень древнее, но об этом попозже. И вот с братом и с мамой мы как-то заехали туда на машине, буквально пару часов мы там провели, прогулялись немножечко, и мне настолько запомнился этот город, мне настолько понравился вид, склон, море, и само аббатство тоже мы туда доехали на машине, заехали на гору, что я решила, когда-нибудь я сюда вернусь. И вот так как я поехала в Скарборо, это был как бы основным пунктом моего назначения в этом путешествии, я решила еще взять второй день, чтобы уж не зря ездить, потому что до Витсби также не доехать, тоже очень дорогие билеты с большими пересадками. В общем, поехала в Витсби и в Скарборо, и вот первый путь назначения это было в Витсби. Как туда доехать без машины? Слушайте, я вам расскажу. Садитесь на Мегабас или на Шелонг-Экспресс, я выбрала Мегабас, потому что билет был дешевле, на Виктории, в Лондоне, на Виктории в ночное время суток, там где-то в районе 11.30 вечера, и едете до Миддлсборо на автобусе. Да, ночной путь на автобусе, но зато это путешествие обошлось мне в 28 футов, а не в 90 минимум, если брать поезда. Приехала в 6 часов утра, я в Миддлсборо. Миддлсборо – это город неподалеку от Витсби и от Скарборо, то есть буквально за час еще на другом автобусе я доехала до Витсби. Еду в Витсби и Скарборо. Посмотрим, что там находится, как там интересно. Что происходит? Пока что дождь. Какой автобус я взяла из Миддлсборо? В Миддлсборо я приехала в 6 утра, в 8 утра только начинали ходить локальные такие автобусы. В Йоркшире они называются Costliner, то есть линия по берегу моря. И вот как раз автобус шел из Миддлсборо через Витсби и до Скарборо. Если брать билет в один день, то можно, то есть как я сделала, да, я поехала из Миддлсборо в Витсби, там погуляла целый день, и так как у меня отель был в Скарборо, вечером за ту же самую стоимость, по тому же самому билету, поехала в Скарборо на этом же самом автобусе. Билет мне обошелся на этот автобус за один день, по-моему, 8,50 или 9 фунтов. Вот, а потом уже из Скарборо, так как у меня там был отель, я переночевала, и весь следующий день я гуляла уже по Скарборо, и вечером поехала уже домой в Лондон. А билет до Лондона у меня был куплен аж из Лидса на Нэшнэл Экспресс баз, то есть на автобус Нэшнэл Экспресс, из Лидса я должна была сесть в 7.30, то есть до Лидса мне доехать от Скарборо надо было в районе часа, там где-то, на том же самом автобусе. А, нет, я взяла поезд, поезд за 16.50, каждый час ходит из Скарборо до Лидса. А на поезде я ехала, по-моему, полтора часа, проезжала Йорк, и вот в Лидсе вышла. В Лидсе в самом я не была, как-нибудь в следующий раз с коня, мне очень понравилось, я на самом деле представляла, что Лидс это такой какой-то мрачный город, не очень красивый, и делать там практически нечего. Нет, оказалось, пока я бежала от вокзала до автобусной станции, какие-то виды посмотрела, мне очень понравилось, в следующий раз поеду в Лидс, и вам буду показывать, что там и как. А от Лидса до Лондона на автобусе я ехала за 13 фунтов. Значит, выехала из Лидса я в 19.30, приехала в 23.30, то есть ехать всего 4 часа. Вот такое вот было у меня путешествие. О том, как я ездила в эти два города, расскажу в следующем ролике. Смотрите через несколько дней.